всем привет привет ребята это юля это альберт и мы не в лиссабоне совсем не в лиссабоне мы в кашкайше и это очень спонтанное видео потому что завтрашнего дня с 15 января в португалии грядет очередной локдаун и мы решили не терять зря времени и записать вам видео пока нам можно выходить из дома выезжать за пределы лиссабона это очень странные законы они говорят что локдаун такой же как в марте но с большим существенным отличием дети продолжают ходить в школу я думаю нам надо рассказать людям обо всем по порядку тут и самым наболевшим лучше кому-то можно выходить на улицу а всем остальным нет наверное начать с того что рождество у португальцев не украли удалось я бы даже сказал рождество удалось все посетили своих родных и все перезарожали в своих дедушек с бабушками количество случаев увеличилось сразу в два это раз-два у нас грядут но в португалии грядут в конце января президентские выборы и соответственно видимо власти решили сделать все что угодно дабы выборы состоялись не то что состоялись ради того чтобы не испортить свою репутацию нет ну это мое личное мнение и поэтому устроили всем обычное рождество с подарками со встречами с родными и так далее закрутили гайки на новый год но это не очень все я поняла что мы не рассказали что у нас в принципе давно уже введено чрезвычайное положение что у нас были ограничение комендантский час ограничение что выходные мы не могли переезжать из одного города в другой и комендантский час будни он был с 11 вечера до 5 утра и выходные комендантский час был с часу дня и до соответственно 5 утра и магазины выходные не работали будни дни соответственно рестораны могли работать только до 11 30 и так далее в общем все по списку и вот на рождество но ты забыла сказать что комендантский час был комендантским часом по-португальски хоть нельзя было выходные выходить с часу из дома но все гуляли очень много маленьких магазинчиков работы из-за этого не работали продуктовый магазинчик и где владельцы там не пальцы индусы так далее и работали некоторые кафешки за что им хочется сказать спасибо потому что можно было купить булочки кофе и хлеб и прекрасно продолжить свою прогулку прогулку карантин во время того как нельзя можно продолжить свою прогулку с кофем и так далее да кстати хочу кофе сейчас возьмем мы просто хотим вам показать немножко кашкайш еще наверное рассказать какие-нибудь свои мысли касательно грядущего локдауна я очень хочу прокатиться на колесе обозрения пока его не убрали каждый январь в кашкайш уточнение январь в декабре ставят колесо обозрения настоит до пока не разберут летом и в общем нет сейчас пока нет что пока нет не разобрали хотя должны были вроде как прошло уже новый год уже все украшения убрали колесо стоит ну конечно же карантин надо же кататься на колесе погнали кататься на колесе знаете почему очень хочу прокатиться на колесе обозрения почему потому что альберт боится высоты сейчас я его заставлю прокатиться вместе со мной ты же мне не откажешь ради контента я подумал оказывается сегодня последний день работы карусельки мы на нее успели цена будет день под девизом последний день я бы не расстроился чтобы мы сюда не попали ну как тебе ну здесь не очень уютно я попросила альберта говорю давай пересадим на другую там симпатичнее будет у нас вид на океан а не на эльбертского нет я не пойду в этой болтающей корзине я ходить не буду красиво не быстро мы едем а 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 Мы перебрались в Каздыгия. Это бывший особняк, который когда-то продали, и теперь на его территории находятся несколько ресторанов с прекрасным видом, с этих скал. Вам не рассказали, в чем же состоят эти меры, которые будут применяться сейчас? Они похожи на те, что были в марте. То есть людям нельзя будет выходить на улицу, а магазины, кроме необходимых магазинов продуктовок, все другие магазины будут закрыты. Людям обязательно надо будет сидеть дома, не выходить на улицу, заниматься спортом. Можно. В одиночестве. Но в одиночестве сделали такие вот. Можно заниматься в одиночестве. То есть спортивные залы закроют, с тренером на улице заниматься тоже почему-то нельзя? Даже вдвоём, если вы живёте вместе, тоже нельзя заниматься на улице. То есть только и самостоятельно. Ты будешь заниматься спортом самостоятельно? Пока ты будешь заниматься спортом, я буду ходить в церковь, на миссо, а можно ещё на кого-нибудь подать в суд, потому что суды тоже будут работать? Всё точно так же, кроме двух вещей. Люди могут ходить в церковь, и дети будут ходить в школу. То есть они будут ходить в школу. И заражать, приходя домой, тех, кто... Ну, соответственно, родителей. Тех, кто работает дома. Такая очень странная комбинация. На самом деле португальцы тоже все обсуждают странность, мягко говоря, новых мер этого локдауна, который наступает в силу с 15 января. То есть завтра? Да, то есть завтра у нас, это будет завтра. Не знаю, когда мы смонтируем это видео, когда вы будете это смотреть. И продлится всё это до 30 января. Если не продлятся. Да, то есть к 30 января они будут пересматривать всю ситуацию, и, может быть, потом ещё и продлят нам всё это. Потому что ходят слухи, что продлится вся эта история как минимум месяц. Но как бы мы не знаем точно, поэтому говорим то, что слышали. Мне непонятна одна ситуация. Я понимаю, что они все время твердили, что дети не болеют, хотя случаев таких полно. Но почему они считают, что дети не переносят заразу домой, вот это мне удивительно. И второе. Это разрешённые мессы в церквях. Такое впечатление, что учёные сделали новое исследование, и за этот год мы узнали, что вирус боится Бога. Ладно, Альберт, оставим место для раздумий. Ну, в общем, непонятная ситуация. И, в общем, если хотите следить за тем, как мы живём, подписывайтесь на мой инстаграм. Я там буду постить сториз, чем занимаюсь обычно. Если вы вдруг ещё не подписаны. Да, он где-то будет здесь. И подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Мы, кстати говоря, сняли уже материал, но это видео выйдет раньше, потому что оно... Потому что это экстренный выпуск новостей. Потому что актуально. Пока-пока. А что ты прощаешься? Может, ещё что-нибудь запишем по пути? Ну, если мы с вами не увидимся, то пока-пока. До встречи и спасибо, что посмотрели наше видео. Обригада. Ну, как тебе? Слушай, я вас слышу. Что? Как тебе? Страшно? Ты так не трыгай, то что-то. Не надо. Что не надо? Юля, я с тобой не поеду уже никуда. Я не трыгаю вообще. Я не буду. 座み и окружаю. Я буду решить могли это сделать.